Если звук глухой, то это плохой арбуз, переспевший, вот этот хороший будет, процент. Он аж от удара чуть не трескается, я бью, я прям чувствую, что он сейчас треснет. Пробовать будем потом, это тема отдельного видео. Сейчас как раз самый сезон, и многие бахчевники выезжают торговать прямо с машин, с багажников. Но мы решили посмотреть, почем же продаются арбузы на трассе. И вот там стоят дыни по 15 рублей, арбуза цены не видно, сейчас пойду и посмотрю. Такие красивые, по 8 рублей. А вот эти зелененькие арбузы, это как называется? Базар у нас сегодня плохенький, в воскресенье, и кого нет, там еще молоко стоит. А чем вот крышки есть? Дайте, две с капустой, две с капустой. А сладких нет? Спасибо. Вот умеют люди печь пирожки по 25 рублей за штуку. Сладкие, с картошкой, с капустой. И в общем, мы сейчас поедем на трассу Москва-Волгоград. Я вам очень хочу показать, какие арбузы у нас продают. И теперь будем всю дорогу страдать, что вот запах от пирожков очень вкусный, а есть мы их не будем. Засушим. Пирожки? Да. Засушим. Мы проехали 10 километров, это уже вторая точка с арбузами. Но мы поедем еще дальше. Ну вот цель нашего визита, вот как раз вот этот рыночек я видела, когда мы ехали с Волгограда некоторое время назад. Да, а зачем же мы приехали? Что, просто проехать, что ли? Конечно. Вот они зелененькие, а темно-зелененьких нет. Так, сейчас все пойдем узнать. По чем ваш арбуз просили? По 10 километров, а они не будут переспелые, вон те беленькие? А это не про вас говорили, что у вас есть арбузы с желтой мякотью? А больше не будет? Он уже начал переспевать все. Он есть, но уже не будет. Он есть, но он переспел уже. Здесь нигде у вас нет? Не завалялся? Нет. Посмотреть хоть на него? Вот здесь один был, но он, наверное, уже все плохой. Ну, хоть посмотреть. А его забрали вчера. Нету, да? Нет. Жалко. Ну, ладно, давайте мне белый, главное, чтобы не переспелый был. Да он не выбирает. Да любой, давайте, что мне его выбирать. А вот эти длинненькие, это как называются арбузы? Это болжан, он сладкий. А он не переспелый еще? Нет, нет. А вот эти зеленые, как называются? Вот эти товаристы, а вот они вырезаны. Мы сейчас каждый сорт по одному возьмем. Давайте, еще давайте, этого болжанин, давайте. А вон те круглые, вот зеленые, просто круглые, это кто? Это користан. А, користан? Користан, давайте. Слышал про такой. Фионана эфиопка, да. Мягкую там, найдите какую-нибудь, чтобы корка мягкая была. Сейчас все вовсе, так, 330. Три огромных арбуза, 330 рублей. Ну, давайте две, а ни почем? Чуть дорого. Мы же сами специально приехали к вам с арбузами. Ну, давайте. Смотрите, какая ярмарка. Какие тыквочки. Три огромных арбуза, но вы сами видите, вот это самый первый, самый тяжелый. И две дыни 460 рублей. И здесь продают дороже, чем у нас в районном центре, в расчете на проезжающих. И здесь лежит белый полосатый арбуз и зеленый. Сиди черный. Ну, вот здесь стой. Интересно, какие здесь цены. Вот этот черный один, только небольшой. А вот этот, вот как называется, белый полосатый? Быковский. Вот такой и такой. Только небольшие, чтобы были. А по чем они? По 12. Все по 12? Да. Лично по 10. Селеные по воде. Дотя, куда-то по воде. Вот эти? Нет. Нет, тебе не надо. Вот этот давайте. Вот этот. Такой и такой. Небольшой только. Большой сильно не давайте. Вот этот давайте. Вот этот. Да, вот его. Стоим. Тараптик прям в ухо. Ну, в общем, ехали мы, ехали. Доехали до пробки. Я же говорю, дорогу делают. И поэтому вот так. Вот наш тракторинок, хвостик. Это наш тракторинок. Итак, самый большой, длинный, полосатый зеленый арбуз мы разрезали дома. Он оказался таким сладким, что у меня сын сказал, что сладкий даже чрезвычайно. К тому же мы сломали об него нож. Хочется посмотреть, что же будут из себя представлять вот эти четыре остальные моих арбуза. То, что я их сейчас разрежу, все четыре мякоть я пущу на нардек, на арбузный мед. То есть смотрим, какие они внутри. Такой нож их не возьмет. Вот такой. Пахнет арбузом, но цвет мне нравится не очень. Какой-то он не красный, не розовый. Но сладкий. Этот арбуз лопается сам. Мякоть более розовая, чем у предыдущего. И по сравнению с предыдущим, он не такой сладкий. Скажем так, на троечку. Наш белый арбуз. Имеет вот такую мякоть. А на вкус он. Четверка. Твердая четверка. За шкалу оценок я беру тот арбуз, который лежит у нас дома. И последний, темно-зеленый. Цвет на пятерку. А вкус по сравнению со всеми остальными на три с минусом. Теперь со всех этих арбузов я вытащу мякоть. И расскажу вам, как сделать вкусный рецепт на зиму. И всем приятного аппетита. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok